Вода неповторимого бирюзового оттенка и плюс 8 градусов в любую пору года. Этим славится голубая крыница на Славгородчине. Маковей 14 августа здесь собирает тысячи людей, которые верят в чудо. Перейдешь трижды к крыницу, будешь здоров и счастлив. Проверить, правда ли это, вряд ли возможно, как и представить будущее этого уникального памятника природы, который из места сакрального превращается в место общественное и не только на Маковей. Вместе со всеми пройти по воде на голубой крынице решилась и наша съемочная группа. 14 августа отзначается первый спас Медовы и день памяти христианских покутников в Маковею. Славгородские люди называют свято просто Макауе, а проезжают на его паломники не только из Махилевшины, а и из всего помежа. Это святое место, поэтому мы сюда приезжаем и освящаем, купаемся и ходим. За советским часом, как люди не ходили на крыницу молиться, тут выставляли милицию. Как минуть пост, верники ходили сюда в ночи. И хоть везка Клины, якая тут была, зникла после Чарнобыльской авары стародавняя традиция, не глядяши ни на что живая. Освятить мед, морковочку, огурец, мочок. Все я хочу. Господу Богу клоним. Ну и хочу, чтобы было благополучие в каждом доме, здоровье всем. Чтобы войны не было самое главное. Чтоб дружба, чтоб не злились друг на друга, прощали. Православная церковь лечит блакитную крыницу святую тому, что тут родимичи, якие поклонялись воде и солнцу, приимали хрещение тысячу годов тому. Очень часто люди как-то потребительски привыкли относиться и вот только как-то о себе думать, о каких-то своих выгодах. А здесь место, где мы учимся быть внимательны друг к другу, благодарить за то, что имеем. Ну а чего не имеем? Того достигать своим трудом, своим упорством, своим таким добрым отношением к себе и к миру. Народ лечит воду с блакитной крыницы живой и гаючей. Люди едут сюди за отсюда. Ну не знаю, такое чувство, что вот по воде походили и сразу лет на пять помолодели. Серьезно. Массовое шествие людей прозвладу, отметность макауя на блакитной крынице. Усим холодно, а ли уси и дуть? Как ощущения? Класс. Для чего это делаете? Здоровый город помогает, читаем, интересуемся, все, все, приехали. Ну, крутое ощущение было. Ну и что ты теперь чувствуешь? Тебе холодно? Ну, мне нормально. Вот когда побудешь немножко в воде, тогда тебе теплее становится. Сярод ты, кто крошит прозручай, люди розных взрослых. Але немало мати, які тримают на руках малых, нават немаляту. Перейдешь, сколько? Три раза туда-обратно. И счастья, здоровья на целый год. Каждый год сюда приезжаем, очень довольны, очень нравится. Да, вот, и малышу тоже. Это очень холодно. Як минимум, говорят люди, тут можно снять на пружине, после городской маяты. Тебе не холодно? Очень холодно, боремся за теплоту. Для чего вы вообще это все делаете? Я беру интервью, у вас здесь здоровье. Вы думаете, оно придет? Надо верить, во что надо верить в жизни. Что можно пожелать? Здоровья, благополучия и мирного неба. Всем. Давайте выходить, очень холодно. Да нет, еще походим. Спасибо. На кольке стосуется церковная служба и обратно с гандлевыми родами и веселыми аттракционами, каждый на этот конт мяркой свое изнаходит для себя теколостки. Однако, все ж таки мядовый кермаш – неадъемная частка Макауя. Я пчеловод, занимаюсь уже 15 лет пчелками. Своя пасека в Шкловском районе. Пчелки все на колесиках у меня катаются. Что пожелаешь людям в этот праздник? Здоровья, провести этот день со своими родными, кушать мед. Все ведут, как добраться до Блакитной Крыницы сбоку Слаухарада, треба переехать сож по понтонным мосте. Это сезонная речь, и в зимку треба ехать на инший бок великим объездом. Однако, теперь те разраку будуют новый мост, и худка до Крыницы можно будет добраться круглый год. И колька с наведывальника у помника природы повеличится. Все лета за автомобили, у яке паркуються на поле для Блакитной Крыницы, стали брать невеликую плату, каб навести парадок на новокольной территории. Тут открывается центр Крыничной воды. Есть планы зарабить тут заказник. Нехай бы у всех эти дзии не допомогли захавать для нас шаткал таки цуд природы – Блакитную Крыницу.